Джейсон Лондон, Мисси Крайдер. Саймон Вестовей. Элизабет Александр. Аллен Дейл, Ворвик Янг. Композитор Патрик О'Хирн. Композитор Патрик О'Хирн. Композитор Патрик О'Хирн. Продюсер Чип Хейс Автор сценария Карла Джин Вагнер Надеть костюм Давай же Режиссер Марк Хаббер Никому до меня нет дела Надеть костюм и пойти все исправить Режиссер Марк Хаббер Режиссер Марк Хаббер Спутник Сатурна Титан Двумя месяцами ранее Режиссер Марк Хаббер Внимание всему персоналу Трипас-17 Командир экипажа Орен Шедал В приемном доке корабля Макнил Макнил, позаботьтесь об этом Ховинг и ОДей освободите контейнер 6А от ремней Леонарди, оформите все документы Вы трое, убедитесь, что все готово для транспортировки Каплан Каплан, пройдемся со мной Режиссер Марк Хаббер Всем членам экипажа немедленно явиться в приемный док и следить за перемещением груза Каплан Каплан, вам следует постричься Межпланетные перевозки — рискованное дело Здесь свои правила безопасности Длинные волосы мешают шлемам А всякие побрякушки могут повредить биокостюм Не волнуйтесь, Шедал, есть знакомые правила Скажи ей корпорации побриться на Аллоса, она бы это сделала Я не давал вам слова, Макнил Будь с ним повежливее, он жертва сбоя в ДНК, не способен быть серьезным Я серьезно позаботился об этом ящике Ибарра, вас еще не уволили? Это решать не вам, Шедал Шишон, я Оран Шедал, командир экипажа, сотрудник транспортной корпорации Да, мистер Шедал, с возвращением на борт Шишон, сколько раз за последний год член экипажа Адам Ибарра нарушал правила компании? В деле Ибара говорится о 29 нарушениях Тогда еще одно Скажем, неподчинение поставит точку в его карьере Я 18 лет работаю на эту компанию, а значит, СССР должен мне жирненький отступный Сделать одолжение? Увольте меня Мне бы пригодились Денежки Идите в хранилище Все Нужно отправить на поверхность как минимум два контейнера Мы с Каплом разберемся здесь Итак, Каплан, посмотрим ваши ошибки в стартовой программе Давайте Что делать с этим? Это новый насос для переработки воды Как я сказал, отметки Отнести в машинное? А куда же еще? Я хочу поговорить вот о чем Я не хотел бы Снова возвращаться к этому Грузовой борт 1-5-6, это 3ПЛС-17 Готовы принять последний груз? Подтверждаем, 17-й начинаете Отлично, по рукам Синхронизируем Груз пошел Группа Б У вас дополнительные задания И вы знаете, какие могут быть трудности Как обычно, два младших члена экипажа останутся на борту Кто? Перед тем, как вы приступите Я кое-что скажу Боже, речь Я скажу, доступно даже для ребенка Чтобы и Бара уловил смысл Вы сотрудники Трипл-С Ваше поведение отражается на репутации Трипл-С Пьяные дебоши ее портят Трезвость укрепляет Оставаясь во владениях компании, вы ей помогаете Вот почему мы предоставляем вам низкие цены Я забронировал номер в отеле Конечно, если хотите тратиться на шикарные отели, то... На Титане есть шикарные отели Уверен, Каплин останется на территории компании Да, сэр, там удобные комнаты Трипл-С ценит это Продолжим Меня попросили напомнить о политике компании Про запрет сексуальных отношений среди персонала станции Они приводят к проблемам на борту и подрывают бизнес Если за те сутки, что вы на поверхности с вас сваливаются штаны К вашим услугам море шахтеров и обслуживающего персонала Трипл-С А обратитесь к ним Вы, вы и вы Постригитесь Как ты и носишь эти бараки? Зэта думает, что если выслужиться, то когда-то можно занять место Шиделла Мне не нужно место Шиделла Мне нужно место его босса Вперед на Титан Мне нужно кое с кем встретиться в бараках А вы спускайтесь Здорово, спасибо Увидимся у Саттера? Да, я приду Думаешь, эти двое? Ни в коем случае Не лезь в бутылку, Крис Боже, ты думаешь, это правда? Просто спросил Шиделл не знал бы, что делать с женщиной, не будь у него инструкцией А ты бы знал? Я разбил несколько сердец И сейчас разбиваешь мое Парикмахерскую? Парикмахерскую Не скучала? Шиделл не будет ревновать Три пива Ищешь кого-то? Да Но никак не найду Да ты что Дружище Ты слишком долго на рудниках У тебя кобальт в глазах Ей ты не интересен Снова из трипл-эс Зетта, привет Как Шиделл? Откуда мне знать? Чем же ты занималась? Занималась? Чем здесь заняться? Да На Титане скучно Здесь нечего посмотреть И такой пейзаж Кобальтовые рудники в это время года просто прелесть Трипл-эс С вами можно поговорить? Конечно Мы вполне дружелюбны Я это слышал У меня проблема Я по горло сыт рудниками Мне нужна работа Думаешь, таскать замороженную свинину и буровое оборудование, а потом грузить все это лучше? Это всего лишь управление транспортером Это лучше, чем ядовитые газы и взрывы на руднике Точно И ты готов проводить всю жизнь в гиперсне? Вас погружают в гиперсон? Зачем? Для три полос так дешевле Восемь человек в гиперсне и двое на вахте Большая экономия Два месяца бюрократии Восемь месяцев сна А потом день на разгрузку и погрузку, ночь на берегу и обратно Когда уходите? Завтра утром Нужно отвезти комбольт на Марс У гиперсна есть один побочный эффект Какой? Он замедляет процесс старения, и ты выглядишь моложе И я бы сошла с ума, если бы не спала все десять месяцев Я думал, это долгое предприятие Правило номер пять Никакого секса на борту Правило номер девять Мое любимое Никакого пьянства на борту Я слышал, у вас нет капитана Ни один клон из корпорации не говорит, что делать Да, только Болваны, агенты компании следят за погрузкой и разгрузкой Получают в два раза больше, чем мы Пара Как-нибудь я расправлюсь с ними Я разбросаю их в драгоценный груз по всей галактике Сейчас он отключится Не взять ли тебе выпивку? За плохую новость Сколько тебе лет? Раз Яновец отключился, пора в постель Встретимся на погрузке Почему так долго? Я убеждала и бару не тащить на борт алкоголь Брось, дай ему поблажку Его единственные друзья, я и бутылка Знаю, но если он попадется, достанется всем Здесь попахивает лицемерием Читать нотации Барри, а самим совершать один из главных грехов Знаешь, почему я так поступаю? Я лучшее, что у тебя есть И ты не можешь насытиться Нет, серьезно Почему я рискую, связываясь с тобой? Потому что мы не парим друг другу мозги И нам претит мысль спать И подолгу не иметь возможности видеть друг друга Классный ответ Настоящий ответ Я лучшее, что у тебя есть, а тебе все мало Привет 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 До старта еще два часа Хорошо Да Мы могли бы неплохо провести это время Хочешь позавтракать? Прячься Привет Слушай Вчера меня ободрали, как липку Ты не оплатишь мой счет? Как только прибудем на Марс, я все верну Да, конечно Увидимся на погрузке Не волнуйся, я оплачу Неудивительно, что ты рано соленел Единственное, с чем просыпаюсь я, это головная боль Она ничего? Я ее знаю Я не терплюсь об этом в баре Тем более, это может дойти до мужа Заговорчивая жена Рискованно Иди, пока я не передумал Ты всем говоришь, что путаешься с замужними? Думаю, это разумная отговорка Поможет ли это нам снова оказаться на одном корабле? Оно меня добивает Предоставь мне Сейчас моя очередь Да, но я главнее тебя, Баллард Я люблю влиять на судьбу людей, и это мой шанс, так что... Это все твое, Макнил Дамы и господа, внимание Кто остается? Кто идет спать? Тяните карточки, читайте и рыдайте Первая смена Мы были вместе две смены назад Это смахивает на повторный срок Повеселимся и бары Можешь наконец-то научить меня игре Вторая смена Я и Каплан Третья смена Четвертая смена Представляешь, как нам повезло У тебя ловкие руки Подожди до второй смены Послушай Шеделл приходил навестить меня перед погрузкой Он похлопал тебя и выручил золотую звезду? Он сказал, что на Марсе есть вакансия аналитика компьютерных систем Поздравляю Примешь предложение? Я ждала такого Ты не ответила? Думаю, да Может, тебе удастся тоже найти там работу Мы могли бы жить вместе У нас будет время поговорить об этом после гиперсна Верно Всякий раз, залезая в камеру, я думаю А проснусь ли я? Приятных сновидений ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шошон, все в кроватках Отключи их и поставь будильник Да, Адам Активирую камеры гиперсна Пульс, дыхание, температура В этот раз я веду журнал Я думал, ты это ненавидишь Я другое ненавижу А уводить у тебя денежки мне нравится ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сеанс гиперсна завершен Начинаю восстанавливающую фазу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кристофер Макнил из камеры 6 Зетта Каплан из камеры 7 Температура, дыхание и пульс в норме Доза аналептика 60 мг на человека ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто в первой смене? Ибара и Яновиц. И где они? Почему не ложатся спать? Не знаю. Они должны быть здесь. Я в душ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крис! Одевайся. У нас проблемы. Осмотри каюты и мостики. Я кают компанию и машинную. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 348-й день полета. Шушон, сколько мы были в гиперсне? 348 дней. На 10 месяцев дольше обычной смены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крис, зайди на мостик. Почему двигатели встали? Я отключила. Иди сюда. Зачем ты остановила двигатели? Я переключила все второстепенные операции в автономный режим. Шонон ничего не видит. Я понял, все камеры выключены, свет погашенный, бары и Яновиц устроили погром. Они мертвы. Что? Шонон регистрирует тепло тел. Но кроме нас и спящих здесь никого нет. И это не все. Прошло не два месяца, а год. Что? Шонон подтвердила. Система компьютеров вышла из строя. Топливо почти израсходовано. Мы сбили с курса. Марс далеко. Крис, мы вышли за эклиптику. Шонон, почему изменен курс? Не знаю. Кто его изменил? Амар Яновиц. Зачем? Не знаю. Что с компьютером? Он оторвался от внешней антенны. Я не видела, кто это сделал. Видеосистема была начисто отключена и вышла из строя раньше. Когда это произошло? На 52 и 53 дни. Почему ты не разбудила нас? Кто-то деактивировал камеры гиперсна. Я реактивировала их. Установила часы на предельный срок. Но отказ программы требует немедленной побудки всех спящих. Это заложено в программе. Линии 77 922 по 78 615 были отключены во время последней перегрузки. Боже мой. О чем она? Компания сэкономила на сигналах тревоги. Они отключили ее способность будить нас в таких ситуациях. У нас заканчивается топливо, и мы не приближаемся к пункту назначения, поэтому я разбудила вас с Крисом Раньше следующая смена ваша. Похоже на то. Да. Нам все это снится? Нет. Ближайшее обитаемое место космическая станция Гулливер. Стартовая площадка для исследований за пределами Солнечной системы. Нептун? Да. Когда к ним дойдет наш сигнал? Через час и три минуты. Зетта. Готовы. Начало передачи сигнала. Грузовое судно 17 корпорации Трипл-С вызывает станцию Гулливер. Мы считаемся пропавшими без вести и нас перестали искать два месяца назад. Примите координаты. Мы вышли из гиперсна час назад. И понятия не имеем, какова причина нашего положения. Мы проведем расследование и оставим отчет обо всем, что обнаружим. Для каких-либо маневров не осталось топлива. Кроме нас на борту шесть спящих. Их камеры отключатся от жизнеобеспечения через 9 часов 20 минут. Мы решили, что самым гуманным будет не сообщать спящим о нашем положении. С разрешения нашего компьютера от камер будет отключено питание. И мы дадим им умереть во сне. Надеемся, что нас поймут и простят. Член экипажа Адам и Бара из Панамы, штат Флорида, и Амар Яновец из Красного Облака, штат Небраска, пропали и, скорее всего, мертвы. С семьям остальных мы подтверждаем, что они на борту. Это Лилани Гриффин, Шампань, Иллинойс. Хан Баллард, Левиттаун, Нью-Йорк. Элли Фолетт, Юма, Аризона. Мэрил Леонарди, Нью-Ричмонд, Марс. Рупер О'Дэй, Хэмптон, Вирджиния. Иван Ховинг, Нью-Хьюстон, Марс. Я Зетта Каплан. На случай, если мы не доберемся до дома, я бы хотела попрощаться со своей семьей в Лос-Анджелесе. Бриана, позаботься о маме и папе. Теперь ты и все, что у них остается. Я очень вас люблю. Я Кристофер Макнил из Нью-Хьюстона, Марс. Папа, я обещал, что со мной ничего не случится. Прости за то, что я подвел тебя. Мне жаль, что мы так и не съездили в каньон Поплус. Я знаю, ты очень этого хотел. Я тоже. Передай маме, что я ее люблю. Прощай. Гулливер, подтвердите получение передачи. Отбой. Конец передачи сигнала. Зетта, а когда придет время? Я не хочу об этом говорить. Мы пока живы. Должен быть какой-то выход. Слушаю предложение. Нужно выяснить, что здесь произошло. Из чего начнем? Что здесь было? Проверь отсеки. Ничего. Я слежу за тобой. Крис. Ух ты. Как интересно. Может, это... Шошон написала? Только ты можешь сохранить спокойствие в такой ситуации. Держись меня, и мы умрем, смеясь. Шошон, прокрути назад. Семнадцатый сообщает Центру управления СССР о дежурстве первой смены. Все на месте. Полет проходит нормально. Все системы в норме. Стоп. Перемотай вперед до первых указаний на проблемы. Центр управления СССР вызывает семнадцатый. Мы не получили ваш ежедневный отчет. Ответьте. Центр управления СССР вызывает семнадцатый. Почему вы не отвечаете? Ибара, ответьте. Центр связи СССР вызывает компьютер семнадцатого. Шошон, какого черта? Должно быть, оторвалась антенна. Шошон, просмотри журнал. Только то, что кажется необычным. Я не могу судить о том, что необычно с вашей точки зрения. Знаю, ты не можешь говорить, пока тебя не спросят. Шошон, выведи последние две-три записи. Две или три? Три. Сегодня поймал сигналы в низком диапазоне, но на вызов не ответили. Возможно, контрабандисты. Сегодня у Яновеца день рождения. Я сделал попкорн, мы поиграли. Я позволил ему выиграть. Вовсе нет. Двух недели наряд на кухне. Здорово. Сегодня засек какой-то космический мусор. Завтра Яновец подберет его. Работаю для одного примерно на час. Шошон, Яновец выходил в космос? Да. Он вернулся? Да. Он принес космический мусор? Да. Что там было? Я не знаю. Я не могла его рассмотреть. И его не давали на анализы. Где он? Неизвестно. Видеосистема отключилась вскоре после его доставки на борт. Космическая станция Гулливер. Грузовое судно 17 корпорации «Трипл С» вызывает станцию Гулливер. Мы полагаем, что считаемся пропавшими без вести, и нас перестали искать два месяца назад. Это действительно «Трипл С» 17? Мы вышли из гиперсона час назад, и понятия не имеем, какова причина нашего теперешнего положения. Невероятно, они за эклиптикой. Кроме нас на борту 17-го шестеро спящих. Их камеры отключатся через 9 часов 20 минут. После некоторых колебаний до них полгода полета. Из-за чего не сбились с курса? Постой. В прошлом месяце мы не получали телеметрию с той стороны эклиптики? Да, точно. С дельфина. Научная экспедиция. Помнишь, чем они занимались? Следили за кометой. Где-то здесь. Где-то здесь. Шошон, открой первый лифт. Лифт номер один неисправен. Плевать открой, может и Барр и Яновец там. Они там. Но я не хочу этого видеть. И не надо. Я пойду. Шошон, закрой первый лифт. Ты чел? Что за хрень? Не знаю. Это что, ловушка? Они установили ловушки друг для друга? Или для нас. Гляди в оба. Шошон, открой пьяный лифт. Первый лифт. Он не открылся. Попробуй снова. Как я уже говорила, лифт номер один неисправен. Я свожу тебя с ума, Шошон. Это невозможно. Но если бы это было возможно, то только ты смог бы это сделать, Крис. Я польчен. Ты запрограммирована на эти слова? Я запрограммирована. Не отвечай. Никого нет. Космический мусор и бар и яновецы должен быть здесь. Поищем. Ладно. Спасибо. 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 Крис, иди сюда. Спасибо. 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 Это Ибара. Надо думать, это не случайность. И не самоубийство. Посмотри, как он обвязан веревкой. Яновик засунул его в отсек без костюма, а потом открыл люк? Похоже. Почему? Что это? Здесь тоже? Отдам Шошон на анализ. Пора бы ответить Гулливеру. Что делать с ним? Оставим здесь. Ты как? Становится холоднее. Да. Я тоже заметил. Хорошо. А то я подумала, что мне кажется. Почему они не отвечают? А какая разница? Они не смогут ничего сделать. Станция Гулливер вызывает триплэс-17. Приносим извинения за задержку ответа, но мы пытались оценить ситуацию. Не хочу давать вам напрасную надежду, но недалеко от вас исследовательский корабль «Дельфин». Если нам удастся связаться с ними, они вступят с вами в контакт вскоре после этой трансляции. Сообщите нам, когда это произойдет. Мы все надеемся, что «Дельфин» еще там, и что они доберутся до вас раньше, чем спящие будут отключены. Отбой. Он беспокоится о спящих. Они не знают, что происходит. Ты куда? Я не могу ждать. Стой. Не будет никакого контакта. Корабля нет. Он может быть здесь. Надо с ними поговорить. Нет. Я отнесу это в лабораторию для анализа, а потом я пойду в грузовой отсек за Яновицем. Он может быть только там. Ты никуда не пойдешь, пока они с нами не свяжутся. Оставь меня. Отпусти. Исследовательский корабль «Дельфин» вызывает грузовой борт 17. Почему они не отвечают? Есть много возможных объяснений. Трипл С-17. Крис Макнил. Говорит Роджин Пейдж. Командир исследовательского корабля «Дельфин». Сообщите, где вы и что с вами. Хорошо. Я вот-вот умру, как и все остальные на этом летающем складе. Попробуем что-то сделать. Вытащите нас отсюда. Конструктивное замечание. Мистер Макнил. Обсудим траекторию и точку встречи. Обсудить это с нашим компьютером. Она любит неразрешимые задачки. Нам придется прервать проект и пожертвовать шестью месяцами исследований. Исследовательский корабль «Дельфин» вызывает компьютер грузового корабля 17. Шанс, что они доберутся до нас, ничтожен. Зачем тратить время? Эта синяя фигня не заправит корабль. Если я должна погибнуть, то мне хотелось бы знать, почему. Это так сложно понять. Что это? Нужно быть космический мусор Яновица. Откуда ты знаешь? Не трогай, не трогай. Не трогай. Мне это не нравится. Яновиц идиот. Он притащил эту гадость на корабль. Это оно убило его и убьет нас. Анализ завершен. Что ты делаешь? Нужно обыскать трюмы и найти Яновица. Если он мертв, многое прояснится. Я с тобой. Я справлюсь. Ты только зря потратишь воздух. Мы уже мертвы, это какая разница? Дельфин в пути. Размечталась. Я не сдамся. Шошон, активируй грузовой отсек. Что с этой штукой? Почему так медленно? Ты еле шевелишься, Шошон. Отсек в порядке. Декомпрессия завершена. Шошон, активируй грузовой отсек. Транспортер. Транспортер не работает. Черт, ничего не работает. Транспорт. Я не буду смотрите. Он наверняка хотел сделать то, о чем говорил Выбросить груз Почему он разгерметизировался? Забыл спросить у тебя, как надевать костюм Что ты бормочешь? Это ведь твой конек, учить всех жизни За это все знает лучше всех Субтитры создавал DimaTorzok 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 Шошон, закрою люк отсека Шошон, активируй грузовой отсек на стороне B Грузовой отсек занят Открой эту чертову дверь Грузовой отсек хранилища занят Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз проверь расчеты Бэра Он дважды проверял Вывод на изменение орбитальной траектории, требующейся для встречи с 17-м До того, как отключатся их камеры гиперсна, уйдет все наше топливо Учти резерв Может, не стоит? Ты о чем? Там восемь живых людей И пока есть шанс добраться до них вовремя, мы не отступим Я могу сказать, что думаю? Вряд ли тебя кто-то остановит, Икорн Мы три года готовились к экспедиции Полгода добирались сюда А теперь ты предлагаешь забыть о главном и рисковать ради людей Которые, по их же признанию, уже мертвы По закону мы обязаны попытаться спасти их Только если нет угрозы кораблю и экипажу Я не собираюсь умирать, пытаясь спасти кучку чужаков Не ты здесь главный Бэра, посчитай резервное топливо Вывод Учитывая резервное топливо, мы будем в пункте назначения вовремя Но этого мало, чтобы поддерживать экипаж И восемь пассажиров по пути до ближайшего обитаемого места А значит, все впустую КОНЕЦ Брось за это, хватит, Икорн Дай мне нож Отдай нож Подойдешь ближе, я приезжу тебя Ты же знаешь, что я сильнее Отдай мне нож Шашон, открой дверь кают компании Автоматическое управление повреждено, Крис Открывая вручную Открывая вручную Шашон, где Зето? Тепло человеческого тела обнаружено в коридоре Дура, это я А также на стороне Б грузового отсека, Крис Энергия осталась на 7 часов Система жизнеобеспечения в камерах гиперсна на пределе Почему не работает? Дверь стороны Б не может закрыться Плевать, открой отсек Не могу, Крис Это разгерметизило джилую зону Ненавижу тебя Не понимаю Она не понимает Не понимает Она не понимает Она не понимает Не понимает Шашон, где термоэлементы? Я замерзла Запасные термоэлементы во всех хозяйственных шкафах Знаю Ладно Повторяю Исследовательский корабль «Дельфин» вызывает грузовой борт 17 Они не отвечают Дельфин вызывает компьютер 17 Шашон, почему Макнил и Каплан не отвечают? Их нет на мостике Где они? Видео системы отключены, но по температурным показателям Из моего разговора с Макнилом Я делаю вывод, что он в машинном отделении А Каплан в трюме Спящие в порядке? Да Шашон, вызови Макнила и Каплан на мостик У нас проблема Зетта, это срочно Включи запасной внешний передатчик И поговори с дельфином Крис, это срочно Ты меня слышишь? Дельфин вызывает тебя на мостик Их что-то беспокоит в нашей встрече Заткнись Мне жаль Каплан и Макнил не принимают вызов Ты уверена, что они живы? Да Хотя сейчас температура тела Каплан Опасна низка Спасибо, Шашон Отбой Ты не думаешь, что... Хватит Не хочу ничего слышать Крис, я знаю, что ты отключаешь камеры гиперсна Я не давала тебе разрешения Прекрати немедленно Активирую камеру 8 Нет Активирую камеру 1 Нет 2, 3 Нет 4, 5 Нет 4, 5 Зетта, это Шушон. У тебя еще проблемы с термоэлементами? Температура в твоем биокостюме неустойчива. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Шушон, активируй хранилище и скажи где Крис. Он в кают-компании. Крис вмешивается в работу камер гиперсна. Он пытается убить спящих. Зачем это Крису? Бесполезно объяснять. Что это за синяя масса, которую я дала тебе для анализа? Разжиженная кровь с биологическим агентом, который я не могу идентифицировать. Давление восстановлено. Боже мой. Шушон, а агент еще в анализаторе? Да, Зетта. Мы с Крисом инфицированы. Похоже, низкая температура мешает заразе. Проведи анализ и дай подтверждение. Биоагент активен при нормальной температуре тела. Низкие температуры тормозят его функции. Рекомендую понесит. Против этого агента нет бактериальной или вирусной вакцины. Против этого агента нет бактериальной или вирусной вакцины. Крис! Посмотри, можешь разбить камеры этим. Давай. Что ты со мной делаешь? Крис! Крис! Ты что-нибудь соображаешь? Ладно. Что с нами? Мы пытались убить друг друга. Крис, мы больны. Смотри. То синее вещество. Это моя кровь. Мы инфицированы чем-то, что делает из нас убийц. Холод подавляет его, а понесит, похоже, убивает. Это Яновец занес его с космическим мусором. И все началось, когда Яновец и Яновец притащили его сюда. Но мы заразились раньше, чем нашли это. Когда же? От тела Яббара. Это заразно. Спящие. Я был у камер. Похоже, все в норме. Точно. Кажется, эта дрянь не проникла в камеры. Шошон, поищена камера гиперсна следы чужого биоагента. Никаких неизвестных биологических агентов не обнаружено. Если бы оно жило на неорганических поверхностях, весь корабль был бы заражен. Нужно связаться с дельфином. Выяснить, когда мы к ним доберемся. У тебя было время подумать над этой ситуацией? Да. Спасение Трипл С-17 невозможно. Наша миссия окончена. Миссия окончена. Исследовательский корабль «Дельфин» вызывает грузовой борт С-17. На связи, Шошон. Шошон, мы приняли решение. Вы должны быть в курсе. И что за решение? Вы там? Почему не связались с нами раньше? У нас были трудности, но теперь все в порядке. Так что за решение вы приняли? Препятствия непреодолимы. Мы сворачиваем спасательную операцию. Я все просчитала. Поверьте мне, можно использовать ваши спасательные капсулы. У них дальности не хватит. Да, наверное. Вы знаете, что такое приемник на корабле? Кажется, он говорит о инерционном компенсаторе. Устройство для перемещения груза? Да. Если Зетта настроит компьютеры, чтобы они поговорили друг с другом и рассчитали траектории, то я бы выкачал все оставшееся топливо и выпустил бы груз, не используя инерционный компенсатор. И это может дать нам ускорение? Да. Попробуем? Да, попробуем. Что у вас за груз? Руда кобальта. Кобальт. Трипл С не понравится, если выбросить в космос ценный груз. Поверьте, мистер. Как ваше имя? Икорн. Поверьте, мистер Икорн, Трипл С уже давно получила страховку. Мы свяжемся с вами из грузового отсека. Отбой. Мне одно нравится в этом парне. И что же? Не он главный. Открыть люк грузового отсека. Люк грузового отсека открыт. Ослабить держатели контейнера. Держатели ослаблены. Инерционный гаситель на максимальном давлении. Гаситель на максимуме. Отвод компенсирующих толкателей. Толкатели отведены. Шошон, подтверди расчет траектории. Траектория рассчитана, Крис. Отключить предохранители. Система в работу. Предохранители отключены. Система работает. Сбалансируйте груз, иначе вас закрутят. Мы делаем это всю жизнь, Икорн. Это за Яновица. И? Мы в пути. Когда мы прибудем, системы жизнеобеспечения камер хватит на 25 минут. Вы разбудите спящих? Да. Вот они удивятся. Мы переправимся к вам в спасательных капсулах. Пока мы не отключились, я бы хотел узнать о ваших затруднениях. Вы так и не объяснили нам. Не было времени. Первая смена занесла на корабль космический мусор. Космический мусор? Вы его утилизировали? Он может быть заразным. Заразным? Каким-то биоагентом. Но мы его убили панисидом. Мы не можем взять на борт инфицированных. Никто не инфицирован. Тем более спящие. Расскажите об этом мусоре. Похоже на часть машины, но ее сделали не люди. Это с другой планеты. Пришельцы? Что пара дальнобойщиков знает о пришельцах? Я хочу это видеть. Нет, мы к нему не приблизимся. Если хотите посмотреть, то захотите сюда, когда встретимся. Вы абсолютно уверены, что вы не заразны? Да. Тогда встретимся. Спасибо. Пошли будить спящих. Отбой. Передача завершена. Что могут знать эти дальнобойщики? Нужно рассчитать баланс груза или нас завертят. Нас спасает идиот. Да. Но мы спасемся благодаря тебе. Это инстинкт выживания. И он мне говорит, чтобы я держался подальше от космоса. Может, и правда обосноваться на Марсе? Я об этом не думал. Поехали домой. До меня только что дошло. Сколько нам будет должна Трипл С? Может и нет. И Корн был прав в одном. Трипл С не обрадуется, что мы выбросили груз. Они могут обвинить нас. А мы подойдем на них в суд. Это их вина, что такое произошло. Не знаю. Они работодатели. А Марс не самое лучшее место. Мне не нужны Трипл С. Я не упираюсь в работу. Да. Крису не нужны деньги. Он думает, что сможет жить без работы. Ты так наивен, Крис. Я справлюсь так же, как сейчас справляюсь. Ты слишком быстро сменила пластинку. Слушай, ты смог подлететь к дельфину. Но без меня ты бы сейчас был таким же, как и Барре и Яновец. Да, все благодаря тебе, Зетти, которая хлопает своими глазками и целует тебя за... Я выбью это у тебя из головы. Нет. Шишон, подтверди. Чтобы нас не инфицировало, оно должно впасть в гипобиоз перед тем, как мутировать. Панисик больше не помогает. Нужно поддерживать низкую температуру. Да. Я не выдержу, если будет еще холоднее. Я уже пальцев не чувствую. Все будет отлично. У меня голова ясная. А ты как? Нормальная. Ты уверена, что мы его убили? Хотелось бы. Что мы скажем дельфину? Ничего. Пока. Иначе они не встретятся с нами. Шишон, мы с Зеттой просим помочь перевести камеры гиперсна. В автономный режим. Нужно демонтировать их, чтобы переправить на дельфин. Может разбудить людей и переправить их в капсулах? Ты слышала, что мы говорили дельфину о космическом мусоре инфекции? Да. Понесить не помог. Мы с Зеттой снова больны. И не хотим заразить остальных. Понимаю. Мои соболезнования. Спасибо. Шишон, отключи жизнеобеспечение и гравитацию, чтобы переправить камеры в грузовой отсек. Мы с Крисом в биокостюмах. Ты можешь это сделать, не обходя защиту? Да, Зеттая. Как скажешь. Отключай, Шишон. Жизнеобеспечение и гравитация отключены. Шишон, освободи камеру один на счет три. Раз. Два. Три. Шишон, освободи камеры. Входящая передача. Каплан, Макнил, остальные проснулись? Пока нет. У нас кое-что изменилось. Понесить не подавил инфекцию. Вы заразны? Да. Но инфекцию можно подавить холодом. Мы снизили температуру по всему кораблю. Как бы там ни было, мы вас не впустим. Нас не надо. Но спящих вы примете. Простите, Каплан. Боюсь, мы не сможем принять их. Те, кто спал, не были заражены. Мы переправим их в камерах, а не в спасательных капсулах, и зараза к ним не проникнет. Как вы переправите их в камерах? С помощью приемника. Откройте шлюз, и мы забросим их внутрь. По три за раз. Вы хотите забросить их в шлюз? Это невозможно. Вы не попадете? Он попадет. Ты это всерьез? Гиперкамерам осталось 18 минут. Мало времени на переброску шести камер. Надо начинать. Хорошо. Я против. Что нам делать? Сколько у нас толкателей? На 15 секунд. Будет весело. Камерам гиперсна осталось меньше, чем по 5 минут. Если ошибка траектории или толчок, он пробьет нам корпус и убьет нас. Спасибо, Экорн. Не знаю, что бы я делала без этого. Дельфин, принимайте первые три. Дельфин. В десятку. Повезло. Скорее, дельфин. Эти трое умрут через три минуты. Поднять их и вынуть. Надо очистить отсек. Где мы? Кто вы? Не бойтесь, вы в безопасности. Обещаю. Отведите их на борт и дайте аналитике освободить отсек быстрее. Камерам гиперсна осталось 30 секунд. Ну же. Макнил, отсек свободен. Повезло. Во второй раз? Тютелька в тютельку. Макнил, Каплан. Вторая группа пробуждается. Отличная работа. Мы покажем вам объект. Запишите это. Первая система не только отключила видеосистему. Они повредили часть оборудования. Нам кое-что пришлось сделать. Мы думаем, что этот объект был выброшен с какого-то исследовательского судна десятилетия назад. Может, и Барр и Яновец думали так же? Зная их, можно предположить, что они надеялись выручить за эту штуку деньги. Иначе бы не стали рисковать и выходить в космос. Вот оно. Оно не инопланетное. Похоже на часть от старого зонда НАСА. Возможно, один из зондов Одиссея вернулся столетия спустя. Думаю, вы ошиблись с анализом. Может, дадите нам сказать? Оно кажется безобидным, но активируется, когда к нему приближается организм. Активируется? Вы готовы? К чему? К передаче. Ну и? Этот звук. Должно быть сообщение. Посмотри, какой компактный генератор. Ты упустил основное. Только кажется, что оно активируется при приближении. Мы хотим его разобрать. Что? Мы хотим его разобрать и доказать, что это источник заразы. Источник? Думаете, оно содержит информацию? Мы передумали. Вы увидите, что оно не способно к передаче данных. Видимо, они боятся, что мы проследим сигнал. Странная логика. Логика подсказывает, что это ловушка. Не хотите ли отлететь подальше, пока мы не завершили демонтаж? Мы настаиваем. Мы не разбирали его, пока на борту были спящие. Не хотим повредить ваш корабль. Отойди на безопасное расстояние. Нужно поторопиться. Если вы правы, зонду нужно регенерироваться между активациями. Я знал, что это не ловушка. Вы неправильно поняли замысел создателя этой машины. Вот оно. Биоагент, инфицирующий нас. Это система доставки. Поговорим о намерениях. Инопланетяне кровожаднее нас. Мы не исключение, а правило. Я бы хотел услышать объяснение этому. Это не похоже на зонт Одиссея. Это он и есть. Это намеренная атака. И какова причина? Возможно, все что угодно. Зонт мог войти в контакт с биоагентом и в космосе. Он принес болезнь им, а они обвинили нас. Это мог быть ответный удар. Гипотеза для будущих споров. Но что нам делать сейчас? Есть лишь один выход. Мы с Зеттой возьмем зонт. Кила и Барри и Яновицы сядем в спасательную капсулу и направимся к Солнцу. Зонт нельзя уничтожить. Его нужно разобрать и хорошенько изучить. Они знают, где мы. Но мы не знаем, откуда взялось это. Послушайте, мы возьмем вас на борт в карантин. А зонт укрепим снаружи в вакууме. Не годится. Да. Он прав. Слишком рискованно. Зетта, Крис. Да, Шошон. Простите, но через две минуты закончатся энергии. Мои функции отключатся. Прости, Шошон. Прими наше соболезнование. Спасибо. Базовые функции, включая жизнеобеспечение, отключатся менее, чем через два часа. Кстати, о карантине. Нас инфицировал. Ни зонт. Нам не говорили. Мы подхватили заразу от тела и бары, которая 10 месяцев болталась в космосе. Из этого следует две вещи. Болезнь заразна, а смерть инфицированного не убивает вирус. Если Шошон ничего не нашла на поверхности камер, значит, он не проник в камеры Гиперсона. И вы готовы поставить свои жизни и миллионы других на то, что зараза не просочится через биокостюм? На корабле остались еще камеры. Вы могли бы погрузиться в Гиперсон, пока не найдут лекарства. Мы думали об этом. Когда мы вошли в камеры, мониторы взбесились. Эти камеры нам не помогут. Болезнь могла изменить их на генетическом уровне. Вероятно, камеры не распознают их ДНК. Отключение основных систем. Может, возьмете их на буксир? У нас у самих проблемы с топливом. Нам бы добраться до людей. Мы должны что-то сделать для вас. Запасы топлива исчерпаны. Прощайте. Нужно поставить маячок. Какой код биологической опасности не входить? Три красных, один желтый. Спасибо. Наконец-то дни. Полетим или останемся до конца? Я хочу оставаться с тобой как можно дольше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok